да приветствую меня зовут роман нот японцы подарили мне остатки японских закусок такие крекеры покажу да наверное у нас они тоже продаются я помню один раз я да вот этот маленький пир перед сном гарри остался в галерее даже не поехал ну в принципе я наверное в старости буду как он дай бог это его лет потянуть на хрен реально ехать домой когда можно в галерее поспать там пожрать телек позрить там уже не домой едет так что-то хотел сказать блин так японские крекеры я съел это были короче печенье заворит завернутые водоросли нормальная штука еще мне перепала на час ну в соус у меня нет ну такой праздничек а на нью-йорк арт-экспо я бесплатно забрал там можно было по карточке забирать ну если это икса битр ты можешь ходить и бесплатно есть я там набрал вот у меня есть спрайт потом еще такое какое-то кокосовое молоко я его пил ну так себе если честно коридельки а самое главное я набрал тьму таких вот батончиков орехов моим жидизмом я бы себе тут ни одного такого не купил я не знаю сколько они стоят но я знаю что они у меня и на кухне спрятаны давим у меня все не более не настроение раз я о такой штуке решил рассказать так вот это моя полка для тут еще вот это это значит я покупаю в однодоровом маркете печенье за 1 доллар это нормально тяжелый с молоком вообще отличный это гарлик salt ну если бы я знал что это соль я что-то не считал как увидел гарлик сразу купил 99 центов это офигенно и в следующий раз я куплю не соль а просто гарлик вот это то чем мы здесь не кулинарии у нас такое наверно тоже продается но видим не так распространено молотый чеснок сушеный то есть ты не зубчики жуешь а ты посыпаешь и ну любом хоть не знаю можно съесть хоть газету с этой штукой не с солью именно с гарликом этим вообще вкуснейшая вещь все остальное тут очень так себе ну вот у меня лапша я купил в 3 за доллар получается ну так это на черный день когда некогда будет готовить сейчас мне будет есть чай я купил черный за доллар и этот наверное доллар полтора стоил зеленый 50 пакетиков смотря где найдешь это соль купил то купил чуть это макароны я себе готовлю тоже доллары не стоили вот 99 центов это тоже стопудов доллар стоило типа пюре картофельное я его потом доем и дальше будут покупать только рис что-то макароны не очень я купил растительное масло не помню сколько стоило не даже не открывал еще что яйца варила не жарю у меня есть такой сахар тоже блины и почти не использую стандартный американский сахар сколько он стоил полтора доллара доллар 69 такой вот мой бомжа не чик на кухне интересного моя полка все остальное тут не мое я в принципе не смотрел ну микроволновка обычная тостер обычный такой маленький чайничек он они помню только для меня достали то есть какие-то нормы гостепринства короче да по сути это ледо она нифига не это просто немного проблем такие у них такая штука есть я так понял что это арт-объект потому что я их в галерее видел видимо кто-то пытался продавать и может быть у ледопом таких 2 не знаю зачем но они в галерее как же держатель для бананов ну эстетичная вещь если есть место да мне нравится такая вот огромная плита то есть в глубину она наверное 60 а так побольше хотя всего 4 комфорта между ними огромное расстояние потом такой вот росту я так понял что многих американцев нет микроволновки тип как это зло ну есть такая штучка это видимо кофе-машина стандартная я про нее молчу знаю так можно пройтись по всем шкафам ну че тут дайте посуды это все не мое я про это и рассказать не могу толком как это что такое это фальши забавно а вот так открывается ну ладно пофигу чужого мне не надо так хочу еще я так понимаю что это какая-то ретро посудомойка видимо когда она здесь сюда ставилась советском союзе их еще не завозили так холодильник в мразилке моего ничего нет а в холодильнике так я купил майонез при том что по с ним меня накололи он вроде был по какой-то акции но в итоге пробился на дороже в итоге у доллара три по моему и он не очень вкусный так что такое а это мой обед на завтра уже приготовлены и тут макароны в этом ракете лимон и лук я их режу потом еще покупаю за 8 9 центов такие вот пакеты с морковью мы ты ну просто 89 центов это типа как овощ полезно почему не эти лимончики это вот я купил куча яблок видите цена 0 66 центов то есть 6 центов вот эта пачка строил потому что они уже немножко подведает немножко значит их сразу они уценят у нас это может лежать по обычной цене при том что я думал что вообще сначала вообще как для бомжей выкинули я еще спросил прохожего он так тоже посмотрел говорит ну может и бесплатно я их стал в сумку класть и тут же из магазина выбежал негр и стал бубнить своими губищами что это не не бесплатно это тоже какая-то вещь по моему по уцененке я даже не понял что это просто взял потому что доллары это зелень ну стараюсь нормально питаться и недорого молоко вот такое вот стоило три или четыре доллара по моему с 3 до 3 2 1 9 например тут три с половиной литра она нифига не киснет может быть это вообще не молоко но на вкус это меня устраивает нем его иногда сейчас что-то кстати приостановил его потребление может и пропасть успеет так тут помойка для отходов пищевых а тут помойка для рейсайкл пластик стекло потом я спустя как один раз в подвал и все это раскладывал по разным коробкам вот это яйца которые я съел 12 штук их покупала за 79 центов по размеру они это самые маленькие американские эти по размеру как они как обычные или даже как большие наши других не есть это просто какие-то гигантизм уже какой-то ну все собственно а еще интересные вещи раз уж я начал про все рассказывать такой ребус был для меня первой квартире ноуту нам на где много где такая система установлена ну кстати стандартная тема что плитка отделана только душевая зона а потом она идет ниже ну пофигу так смеситель этот но обычный но вот он не просто в бог идет а он идет наверх то есть когда я хочу сделать туда воду погорячей он зачем-то находит наверх и натвор маленький типа как они кого пока ты дождешься горячей воды нужно ждать ее на несколько пару минут наверное с этим вообще невозможно типа как не дождешься с душем это намного быстрее но был вопрос как его включить ну тут ладно тут вот есть схемка если ее ее можно снять и большинстве случаев она снята то есть тогда я просто пока я на ютубе не откопал при том что через yahoo я искал уже они через google и яндекс мне тоже не выдали как такой смеситель открыть я не понимал вообще потому что ну вот вот я включаю душ включая душ включая душ включая душ включая смеситель а дружки воздух так как включить душ вопрос вот я хочу напомнить до упора не работает ну то на хоряции значит на себя на себя ты его вырвешь он не идет на тебя он на тебя не идет то есть вот эта вещь заблокирована думаешь ну как бы про эту штуку я знал что же просто пробка автоматическая да про эту штуку я знал при том что странно может я забыл с прошлого раза раз они тут везде может мне все-таки что-то более нормально подалось короче в чем прикол вот вот как выглядит этот кран до обычный чтобы включить душ нужно оттянуть вот эту штуку вниз она дублин такой придумать мне наверное это по-своему как-то удобно раз-раз-раз-два-три раз-раз-два-три ну видите давление недостаточно даже не оттягиваетесь раз-раз-раз-два-три пошел ну и все и молодец опа и обратно обратно я билась американский унитаз если кто никогда не видел то да тут действительно много воды так что можно кого-нибудь туда макнуть как большого любовский макали ну этот еще не очень бывает совсем много и я так понимаю что все таки большая емкость бачка то есть у них последнее время всякие распри и там даже высмеивается что там много воды и страсти делать меньше ну странно да что еще что еще ну все пока тогда вот я показал немножко бытовухи а ну что еще вот тут такого вида радиатор есть и вытяжка такая вот потолки оказались низкими достаточно какие-то понял я вчера пробовал учить английский и повернулся головой в эту сторону посмотреть телек ненадолго меня хватило когда я поворачивался и перестал одеял их голову и рукой сразу же задел лампу и и разбил я ее чинить а ну короче я постараюсь купить новый плафон или заклеить старый я не хочу говорить про то что я разбивал потому что хрен знает леда с ее бедностью сколько она захочет денег вычесть из моего депозита я же заплатил 700 за месяц 700 депозит ну мне как бы изначально это все эти люди казались эти непогрешимыми как бы ну в принципе они сейчас довольно непогрешимые как бы просто по-своему по-американски деньги считают так тут у меня такой встроенный шкаф с количеством его барахла мне бесполезно перекладывать закрывать пытаться порядок навести это бесполезняк пока следовая реально парикмахер еще к тому же не знаю но у него даже есть кресло и перед тем как уехать приезжал ее сын с его другом и они по-моему постриглись вот у нее даже есть визитка что она hair стилист ну у нее даже была инсталляция я смотрел на ее сайте у нее в каком-то году была очень крупная инсталляция связаны с волосами скорее всего волосы были искусственные но так смотрелось что называется впечатляюще наверно это то что от современного искусства и надо вот вторая это вторая бананница эти всякие фигурки горит тут одну хлопнул неделю назад что-то хотел показать магниты все таки видно да для человека увлекается искусством всякие ван гоги шагалы этого мужика x к своему этому не помню пикассо один потом такой ренуар это барельефы еще таки есть подставки у нее под пиво я так понимаю но они все сработали греков вот такой вот такая популяризация этого искусства в принципе еще сказать блин явно я постоянно их разглядываю блин я никогда в жизни ну самое большое количество времени который разглядывал картина эль грека это было там не в пушкинского вот когда я вот тут сижу и кушаю смотрю вот лицо крупным планом довольно неплохая репродукция как бы ну и на свет тут это все ее картинки тут видимо привет от матиса блин не знаю я уже начинаю понимать когда художник из латинской америки как она они все одним миром мазаны еще это понял что короче на час эти очень острые но зато какие-то рассыпчатые все что я ел у нас они были немного плотные эти как картофельные чипсы больше а еще я выпил за несколько дней доктор пеппер это 1,25 литров стоил он 99 центов и я его купил ради ну мне нужна была пластиковая бутылка что в ней потом кисточки отмачивать ну вот за неделю я его прикончил я думаю не настолько вредно если его пить неделю в пластике у нас помню доктор пеппер редкость ну да вкусная водичка такая так все пока что да пробуем халявное кокосовое молоко тут вот нарисован кокоса сверху написано что это шоколад лавора это какой-то лават значит то в душе нет самое что тут еще банан нарисован тут те что я брал на арт-экспо там был еще на нас нарисованы это было на вкус как ананас ну вот на вид учет шоколадное просто я со спрайтом эти не могу жрать на час они острова ты него тебе прям пикас острова ты херня полная ну на халяву говорится и кокосовое молоко с шоколадом может чего измениться если поболтать почему не могли просто молоко раздавать видимо это какая-то супер хотя не блин если речь идет о каких-то аллергиках непереносимости лактозы то пардон там больше часть жрачки содержал арахис помна арахис то аллергии побольше чем на переносимость судя по всему тему кино ладно будем продолжать этот пир дальше